Всем добрый день! Вот сегодня я решила сделать пончики с маковой начинкой. И я тесто для таких, для пончиков, не важно с чем там, с вишнями, с поведлами, с узлущёнкой, с маком, и на беляши я делаю таким образом. Ну, наверное, ничего нового нет, но вы так делают. Я делаю так, делала моя баба Марья. Нас было много, у нас было, наверное, 19 человек. Мы жили в одной деревне, и мы, я родилась в Беларуси, и мы всегда бегали к бабе, к своей бабе Марье, и на такие, много делала таких пончиков, не важно там, что было, груши, яблоки, троху там варила, сахара, наверное, может, и не было. Ну, али мы бегали, и у ей такие были ночевочки, ночевки назывались деревянные, такие невелички, и там за учёды были эти пончики, я пихла и на них, во дворе стояла буржуйка, у буржуйцы был отрезанный от фляги, 40-литровая молочная фляга, был отрезанный верх, а только это и там и наварила. Никто никакие граммы не считал, она ещё делала на глаз и делала много, но, может, себе представить, мы, конечно, нас 20 человек были больше и меньше, там ребята, мы ж не болеющие одного взрослого. Али, что все прибегали, и там брали эти пончики, и это было такое хорошее время детства, и оно было такое всякое, али я свое детство вспоминаю с радостью. Потому что я вляжу на себя первичных детей, то и они сидят у этих телефонах, и глядят чужую жизнь, чужие события, и своего нечто, никто ничего не хочет. Ну, я к тому, что я сварила две бульбины, две картошины, вот и измельчила, потукла, и я сначала толкачом потукла, а тогда погружным блендером, и вот такая получилась, кажется. Ну, я не знаю, сколько тут, может, я тут грамм 250, две картошины, и, наверное, может, троху больше, пол стакана воды. А еще я добавлю сюда, я делала, варила сыр адейский, у меня осталась сыворотка, я пекла на оладушки, и вот у меня 150 мл осталось, я еще добавлю, как раз оно будет такой нормальной температуры. И сюда я добавлю, сюда я добавлю троху муки, добавлю две ложки сахара чайных, добавлю чайную ложку соли, и вот это все перемешаем. Дрожжи вообще-то не одружат с солью, но я уже раз я добавила, уже ж менять ничего не буду, но я думаю, что они справятся, я им помогу. И добавлю грамм 20, тут, может, 23 дрожжей, прессованных, я пользуюсь прессованными дрожжами. Ну, только надо, чтобы оно было не горячее, иначе дрожжи заварятся, и ничего ж не получится. Ну, оно уже у меня так стояло, постыло. Не, оно не горячее, в самый раз, тепленькое только. Ну, еще добавлю сюда эту, вот одну столовую ложку водки. Все, все будет хорошо. Я думаю, что водка, соль, перебороть. Ну, сейчас это все смешаем и оставим на минут 20, сколько там, это быстро пойдет, потому что картошка, мука, сахар, все тут будет хорошо. У нас у Веса вообще гнали самогонку, и я знаю, как это все дело делается, я тоже гнала самогонку в свое время, но тут самогонку не гоню в Польше, не знаю, не знаю, как можно это дело сделать, но я шучу, конечно, я гнала самогонку только с той целью, что я делала всякие там настойки, наливки на разных там травах, фруктах, ну, а тут только пяку хлеб, пончики, пирожки, вот, и уже занимаюсь такими домашними делами интересными. Все, оставляем. Вот сейчас накрыть руху, крышкой какой-нибудь я оставлю. Ну вот, прошло ровно 15 минут, и мое тесто не обиделось, мои дрожжи справились, что я добавила туда соль, но вообще соль я добавляю обычную муку, уже после того, когда дрожжи пошли, в опару не добавляю, но сегодня заболталось, и так добавила. Сейчас насыпаю, вот эта мука у меня просеянная, пшеничная, выше сорт, я ее добавляю, просто насыпаю в миску, в которой буду замешивать тесто, поскольку мы уже добавили соль, сахар, единственное, что надо добавить, поскольку я буду делать с маком, этот ванильный сахар, и тут еще я добавлю, у меня, я готовила сегодня пельмени, и я в пельмени добавляю только желтки, и тут у меня осталось белки от трех яиц, поэтому я их добавлю, а вообще я добавляю вот на это количество теста одно яйцо, яйцом тоже не надо это увлекаться сильно, потому что тесто получается от этого яйца тяжелее, это опять-таки мое наблюдение, это уже я придумала, но мне кажется так, ну вот, я вливаю сюда эти три белка, я добавляю сюда свою вот эту вот смесь сыворотки, с картошкой, вот, все прекрасно, все хорошо, сахару я больше сюда добавлять не буду, потому что у меня будет сладкая сахарная начинка, маковая, и поэтому, а вы сколько вы смотрите, сколько вы хотите, но опять-таки говорю, это все в меру, все по желанию, и замешиваем обычное тесто, я не знаю, не взвешиваю я никогда ничего, делаю на глаз, поэтому, поэтому, может, это не совсем правильно так, если такое тесто делаем на беляши, то, конечно, ванильный сахар там не надо, или, например, на пончики, то есть на пирожки с капустой, или с мясной начинкой, а если мы делаем на сладкие вот эти, то, конечно, обязательно надо добавлять, так, все, я больше тут ложкой мешать ничего не буду, сейчас я добавлю еще трех муки, и мы сейчас это все дело заделаем, вот так вот, вот, все, я уже буду теперь рукой вымешивать всю эту историю, сюда надо добавлять муки, ну вот, у нас такое тесто, но я его еще буду вымешивать, и оно такое нежное, хорошее, но я думаю, что больше я не буду добавлять сюда муки, только разве что, отпылят стол, может быть, чуть-чуть, а так, и я еще добавлю сюда масло, масло сливочное, масло сливочное, я добавляю еще и до теплой комнатной температуры, не добавляю масло растопленное, не знаю, мне кажется, тесто получается совсем другое, не такое эластичное, как это, ну, можно еще треху добавить, ну, сохнут, грамм, грамм 40, наверное, сейчас я вот, и оно изменится, это тесто, пускай вас тут не пугает сильно, и оно будет такое, и оно, и оно, а я его буду немножко, наверное, рвать тут, таким образом мы, больше муки, я добулять не буду, все, оно должно быть таким мягким, хорошим, руки смачиваю маслом, растительным, и все будет хорошо, сейчас я вам, немножко поменяется, это тесто, после добавления масла, сливочного теста, оно сразу немножко делается другим, и оно такое разделяется, пускай вас это не пугает, вы просто понемножку можете добавлять муки, и когда оно уже собирается, вы так вымешиваете, оно становится мягкое, и послушное, вот оно уже, видите, не липнет, ни к столу, ни к рукам, но и в то же время, оно такое мягкое, и больше не надо добавлять, там, той муки, по, все у нас будет хорошо, сейчас мы его положим в миску, миску я помыла, а то там, я так понимаю, может люди думают, что это там, все там, тесто так не верится, все там супер, не, это все не так, миску я помыла, и вытерла насухо, сейчас помазала растительным маслом, сейчас вот так вот сделаем, так, все, и оставляем, и я буду готовить, маковую начинку, вот такое оно должно быть, вот такое, мягкое, доброе, такое эластичное, хорошее наше тесточка, вот, и мы его оставляем, я ставлю на столе, ухват стекла, не хайя, оно стоит на столе, никуда я его не буду ставить, ну, а потом я покажу, что будем делать дальше, прошло 40 минут, вот такое, вот так выглядит наше тесто, я тесто обминаю всегда два раза, вот сейчас обомну, оно у меня поднимется, и потом, когда я еще разделю уже на заготовки такие, то оно у меня еще раз подходит, ну, я так для себя вижу, и определила, что такое тесто для выпечки должно подниматься минимум три раза, вот я его сейчас обомну, я его не буду больше месить, просто обомну, вот так вот, и все, и еще оставлю, еще для второго подъема, ну, вот прошло еще 25 минут, вот такое вот тесто у нас прекрасное, сейчас я намочу руки этим маслом, смажу рабочую поверхность маслом, потому что муки я больше добавлять не буду, потому что, когда оно жарится, мука горит, и получается абы что, а так мы вот так сделаем, ой, какое прекрасное тесто, вот оно, я делаю таким образом, так вот, разделяю на такие кусочки, я их не взвешиваю, чисто визуально, ну, такое оно хорошее, но с ним работать немножко сложновато, ну, зато результат будет прекрасный, сейчас я каждую эту штучку, вот таким образом подкатаю, вот, картошка не дает черстветь тесту, картошка, за счет картошки, наличие картошки в тесте, оно очень мягкое, очень вкусное, вот попробуйте один раз, сделайте все точно, как я вам показываю, и вы не пожалеете, все будет хорошо, накрою их, свои шарики, вот, целлофаном, и оставим мы их буквально там, насколько на 10 минуток, а я вам расскажу, как я приготовила маковую начинку, пока у нас будет это тесто наше отдыхать, я покупаю мак, вот в такой большой упаковке, вот такой килограмм тут мака, ну, я его пересыпала в банку, сюда я взяла только 100 грамм, потому что я половину буду делать с маковой начинкой, половину я буду делать с сливовым повидом, значит, я взяла 100 грамм мака, я его промыла хорошенько, потому что в больших объемах все, что заготавливается, конечно, там оно может быть и грязное, и пыльное, и это правда, я его промыла, водичку слила, потом я его залила водой, и варила, я его минут 20-30, оно у меня кипело, потом я оставила этот мак для полного остывания, когда оно простыло, я взяла кусочек марли, где ее дело, вот, я сложила ее тут, наверное, 4 раза, и процедила мак, но если у вас есть мелкая ситечка, можно тоже на это, после чего я его отжала, насколько это было возможно в этой марле, и добавила 100 грамм сахара, и перебила погружным блендером, все, что я сделала, но это можно сделать и проще, можно его помыть, проварить, и высушить, и измельчить на кофемолке, но у меня кофемолки нету, и я считаю, что это лишняя возня, и вот таким образом я приготовила вот такую вот начинку маковую, вот прошло 10 минут, и мы сейчас потихонечку будем с ними проделывать такую манипуляцию, будем их, добавлять к ним нашу начинку, я делаю это так, о боже мой, вот, все, тут мы собираем всю эту историю, ну, я делаю так, я не виртуоз в этом деле, ну, вот так вот, оно не разваливается, ничего с ним не делается, вот, все, так оставляем, и такую манипуляцию мы проделаем со всеми нашими пирожками, все то же самое, ничего нового нету, все, запилили, залепили, запилили, все, и оставили, вот такую красоту, потом она будет, я несколько штук сделаю, подпалю плиту, поставлю кастрюлю, потому что на месте, где у меня должна уже стоять кастрюля и греться, стоит моя камера, у меня нету оператора, поэтому мне тут так пристроено, и я вот так вот все сделаю, и потом я вам покажу, что из этого у меня получится, ну, вот, результат моих стараний, вот такие красивые получились, пончики с маком, сейчас я вам разломаю, чтобы вы понимали, насколько это вкусно и красиво, тесто пропекается, нигде никаких нету складок, очень вкусные, ну, очень вкусные, а это вот с повидлом я приготовила, вот, они все пропекаются, нигде ничего сурового нету, тесто очень хорошее, так что добавляйте ложечку спирта, то есть, водки, или ложечку коньяку, что у вас есть, ну, уксус, ну, что такое уксус, для чего уксус, что он там делает в этом тесте, этот уксус, так что попробуйте один раз, и вы полюбите это тесто, это правда, и, и беляши очень вкусные, необыкновенно вкусные беляши, с этого теста, вот вы видите, что нигде даже, там, где собирается это, закрывается пончик, нигде нету ничего там непропеченного, все вкусное, а вкусное, я уже два утоптала, желаю вам всего хорошего, мира, добра, пока,